Доброе здоровьи, уважаемые посетители канала! Продолжаем дальше заниматься в школе духовного и физического совершенства. Вот нам прислал курсант Андрей. Вот что он пишет. Подготовил разбор по побуждениям. Самосохранение 6 баллов. Да, еще побуждение можно выражать баллами. Допустим, 10 баллов это выражено, а 1 балл это минимально. Значит, самосохранение. Тут надо писать не самосохранение, а просто-напросто указать первое побуждение. Ну, в принципе, да. Первое побуждение это самосохранение. Повторяю, самосохранение это забота о здоровье, то есть выживаемость. Далее, которая распадает, вернее подразумевает под собой, это питание, быт, это денежные средства, это комфорт, вот это все самосохранение. То есть все связано с тем, чтобы ваша жизнь была комфортной. Вот он пишет самосохранение 6 баллов. Занимаюсь активно спортом. После работы и выходные иду в секцию борьбы или кикбоксинга. Правильно. Хорошо. То есть надо давать движение. Движение запускает все в организме. Нету движения. Он просто-напросто, знаете, вот человека здорового положи на кровать. Он полежит там недельку, у него появится пролежний, у него ослабеет сердце, у него станут дряхлыми мышцы, у него есть не заходится и прочее, прочее, прочее. То есть организм наш привыкает и приспосабливается к движению, взаимодействию с окружающей средой, которая в основном выражается в виде движения. Поэтому, молодец. Так, сейчас также прохожу курс уриновых клизм и почистил вчера печень, 8 октября. Ну, дело хорошее. Так, по вашим книгам очень много вещей оздоровительных дел. Вчера еще делал Шангпрахшалану. Так, хорошо, когда человек пьет подсоленную воду и потом пропускает ее через весь желудочно-кишечный тракт. Отличная вещь. Кто освоит, там и особо и клизмы делать не надо. Но, тем не менее, уриновые клизмы, они свое дело делают в толстом кишечнике. Тут очень важно понимать, что, что делать. Периодически голодая, правильно, идет забота о своем здоровье. Да, есть кожные проблемы, пытаясь лечиться с помощью уриновых клизм. Кожные проблемы. Знаете, вот кожные проблемы, вроде бы, там человек почистил печень, там очистил организм, еще что-то, еще что-то. А кожные проблемы есть. Вот это, вот это, в дальнейшем, в следующие уроки пойдут у нас, психосоматики в школе духовного и физического совершенства. Вот тут-то оно и мешает человеку. Вот вроде бы делает то, все, пятое, десятое. А какой-то изъян в сознании, знаете, перечеркивает вот эту оздоровительную работу. И мы сейчас посмотрим по побуждениям, насколько это все, насколько это все, или где это может быть. Так, далее, зимой 21-22 у меня была депрессия. Усё, знаете, вот как я вам только сказал, даже ты еще не прочитал, депрессия. Депрессия – это человек, вот как раз не владея собственным умом и сознанием, собственным сознанием. Человек может сказать, вот делая все, он может и витаминчики есть, и много бабок относить к врачам, которые смотрят современные клиники, та-та-та-та-та-та-та-та. И он может это все перечеркнуть неправильной, неправильной работой своего сознания. Он не знает, как его настроить свое собственное сознание на жизнь. И в результате все перечеркивается. Это очень хороший пример Андрея, который показывает Депрессия, возникла депрессия в холодное время года Все, депрессия, ну дальше будем разбирать в следующем каком-нибудь уроке по психосоматике Она все перечеркивает, по всем уровням То есть с уровня сознания до уровня клетки вас разрушает организм Поэтому не мудрено, что есть кожные проблемы А вот если бы было правильно настроено сознание, как жить без всяких там депрессников Да ты что, тебе дали жизнь Жизнь это такой огромнейший дар, где бы ты там не был Ты должен от радости там скакать, веселиться и прочее-прочее Потому что люди вообще-то не знают, что такое жизнь Насколько это какой-то огромный дар, они его так сказать Они не знают, что сделать с жизнью Вот в чем беда Оказывается, человек не знает, что делать со своей жизнью Он захватил все это, как тут живется Ага и пошел, тут надо доработать до пенсии Надо хорошую работу, надо там что-то сделать Вкусно покушать, потешить свою плоть, еще что-нибудь, еще комфорт и так далее Это не то, жизнь дается не для этого Это важно вообще-то понимать Но это настолько ушло не на задний, а на какой-то вообще глубинный план Что на это ничего не обращается внимания Говорят, да ты что там, голубый, ты что, надо жить, бабухать Поехали дальше С депрессией прекрасно можно бороться Да не бороться и сражаться, а просто-напросто Когда вы понимаете, что такое жизнь У вас не должно быть депрессии Это когда человек не понимает, что такое жизнь Что это за дар, как им распоряжаться Вот это возникают, такие вещи А так ее вообще не должно быть Ну, никто нас не учит Поэтому депрессия накрывает все страны Особенно высокоразвитые там Антидепрессанты и так далее Проблема-то должна решаться на уровне сознания А не на уровне физиологии Которую пытаются с помощью таблеток Там, грубо говоря, усыпить, посыпить Как-то там это самое... Так, были очень тревожные времена Непонятно, когда было, выживу или нет Но тревожные времена Тревожные времена Выживет, не выживет В тревожные времена Надо решать поставленные задачи Которые вам преподносит жизнь Для того, чтобы вы росли Вот вы как раз... У вас повышается самооценка Если вы берете очередную Какую-то тревожную задачу А не повод для депрессии Это хорошо, что вы общаетесь со мной И я вам подсказываю, что, что и как Я сам был в подобных ситуациях Когда у меня отобрали все книги Я думаю, ё-моё, семья Я только занимаюсь книгами Живу на книжные гонорары А как я буду, что кормить Семью, что буду делать Я же, как бы сказать, целиком В этом направлении ушел Что я буду делать? Ну вот что я буду делать? Я где-то месяцок ходил вот таким С соплями совсем поддавленный Никого не хотел видеть Там уходил, рыбалил, не рыбалил Где-то там по берегам Как один говорит, Брахмапутр А я с северского донца ходил Было дело, да, было дело Были сложные обстоятельства Но! Их не надо вот это вот Переживать, смак так Что там, как там у тебя Тара-та-та-та Их надо решать И знаете, у меня только вот Как бы сказать, вот действительно Помощь с духовного мира В голове раздается голос Вот буквально таки голос Знаете, когда ты находишься На дне ямы Вот этой вот Депрессивной ямы Уже не знаешь, что там делать Некоторые норовят там Руки на себя там наложить И так далее, и так далее Даже и такие моменты были Вот Раздается голос А ты что, больше ничего не можешь? Вот такой А ты что, больше ничего не можешь? Который, знаете, отрезвил Дал мне силы И я как начал опять Трудиться Писать Та-та-та-та-та-та-та-та Знаете, как вот Второе вдохновение У меня еще больше Раз Книги новые написал Старые переработал Поэтому Выживу или нет Выживешь или нет Это решает Господь А твоя задача В данной ситуации Работать с этой Ситуацией Для того, чтобы Преодолеть ее И за счет этого Стать сильнее Либо умереть в борьбе Вот примерно так И вдобавок Ты борешься, тебе помогают Не борешься Ну Поняли Но выжил Но выжил Вот я вам рассказал Вот свой эпизод Один из эпизодов Своей жизни Вот как Как бы я Как я выжил Как я Как преодолел это все Стал сильнее Независимее У меня повысилась Самооценка А не просто выжил Я стал сильнее Сказал Я достоин жизни А не просто Те людишки Которые у меня С помощью там Бумажечек Все это знаете Там отобрали Обобрали И так далее Вот так-то Иногда жалею себя Вот пришлось Эммигрировать А не надо жалеть себя А что жалеть себя Опять-таки Вот эта вот жалость Скручивает Нашу энергетику Я уже Немножечко так сказать На Следующий урок И налазим Жалость Скручивает Опять-таки У нас должно быть Ум работать На то Чтобы вот это Вот все это Преодолевать А не то Что ой Какое я жало Как мне плохо Как это Вы вот Все там Некоторые спрашивают Вот у меня белые пятна Вот я мог бы Уйти в эти белые пятна Ох как плохо Вот я Такой Вот у меня тут Ветилига И никак И ничего И как на меня Девчонки Посмотрят это раньше И как люди Скажут что-то тут И вы тут Мне говорите Вот у тебя тут Ветилига И так далее Будем так говорить Я над этим Работаю Но пока Не наработал И это Это Упрек Не столько Мне А сколько Нашей Хваленой Современной Медицине Которая С Ветилига Ничего сделать Не может Вот со своими Там Таблетками Моблетками Или еще Что-то Это не тот путь Ветилига Появляется Лично у меня После того Как я испугался Выйдите Этот испуг Или еще Там что-то Такое Ну Кому там это надо То есть Это надо только Самому человеку И оказалось Вообще На мои белые пятна Изредка Кто-то там Что-то там Это самое Говорит Они только Волнуют тебя А больше Никого Поэтому Никаких Жен Я взял Я погнал Кстати Я сейчас Позанимался Видите Какая Энергетика Пришлось Эмигрировать Ну Возможно Можно было Там Где-то Если вы там Эмигрировали За свое место Там побороться Ну Не стали Бороться Ушли Ушли от борьбы То есть Вот интересные Вещи Человек ушел От борьбы Да Может быть Соперник Грубо говоря Имеет Какие-то Административные Ресурсы Криминальные И так далее И так далее И как бы сказать Борьба уже заранее Обречена На провал Ну Знаете Как говорится Вот то что Практически Бывает так Что 99,9% За то что Грубо говоря Ну Человек погибнет В этой Борьбе Но Предоставляется Шанс 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 Маленький Но он Есть И он Может так Развернуться В вашу пользу Но Использовать Его Могут Только Уверенные В себе Люди Понимающие Что жизнь Это Допустим Там Борьба Что смерти Нет Есть просто Непрерывная Цепочка Жизни Тогда они действуют А так Жим 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 И все Ну ладно Это Иммигрировал Так Иммигрировал Так Проходит Весь Стресс Адаптации К жизни В новой Стране Ну да Да Как вы хотите Стресс Адаптации И так далее Опять таки Должен быть Не стресс Адаптации А Своего рода Активация Я знал Людей Еврейской Национальности Так Они уже Будучи В пенсионном Возрасте Уехали В Израиль Не зная Особо Вслед за Своими Детьми Не зная Языка Выучили Потом Дети Там Набузили Их Израиля Выгнали Они в Германию Они вслед за ними В Германию Выучили Язык Еще там Акции Прикупили То Все Пятое Десято Живут Нормально Ну естественно Круг Круг Их Общения Это Русскоязычное Население Которое Там Ну примерно Одинаково Круга С немцами Особо По стоку По скоку Магазин Сходили То Все Делали И так Далее Но Вот Видите Насколько Высока Приспособляемость Если вы Хотите Это Просто Как бы Сказать Вот Жизнь Ставит вам Соответствующие Препятствия Которые Вы Преодолеваете И кстати Андрей Вы их Преодолели Вы их Уже В большинстве Преодолели Вы Уже По Первому Побуждению Это Жизнестойкость Хотя И С разного Рода Депрессиями С этими Самыми Со Стрессами Но Вы прошли И так Она и Бывает Человеку Это я Сейчас вам Подсказываю Я сейчас Вот такой Стал Грубо говоря Лет Там Двадцать Тридцать Назад Я Такой Жи Был Но Не хочу Скажу Что Трусливый Но Такой Вот Что Че Делать Как Я Не Понимал Что Вот Эти Вот Надо Преодолевать И Сосредотачиваться На Этим А Не Не Суп Пускать Не Ню Не Пускать Вот Так Вот Ой 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 Так Что Вы Молодец Вы Уже По Побуждению Преодолели А С Другой С С Жиз Проверяет Меня На Крепость Правильно Ведь Испытания Посланы Для Проверки Да Не Для Проверки Они Посланы Что То Там Проверят Знаете По Большому Счету На Хрен Мы Там Нужны Что Кто Там Что Там Проверял Нам Дается Больше Нам Даются Вот Эти Разного Препятствия Испытания Для Того Чтобы Мы Росли Мы Росли За Счет Этого И Показали Что Мы Достойны Достойны Красивой Хорошей Жизни Вот Это Самое Главное Продолжаем Разбор Андрея Его Побуждение Дальше Значит Продолжение Рода Продолжение Рода Любовь Дружба Забота О Детях И Родителях То есть Как бы сказать Такое Чисто Человеческие Такие Качества Как Вы Относитесь К Другим Людям Но С Акцентом На Больше На Свой Род Итак У Меня Было Несколько Девушек Где-то Это Девушки Которые Были Сильно Заинтересованы Во Мне Но Я Не Смог Создать С Ними Семью Как бы сказать Встают Вопросы А Что За Причины И Дальше Вот Смотрите Некоторых Из них Я Незаслуженно Бросил Из-за Пустяшной Ссоры Из-за Пустяшной Ссоры Смотрите Это Говорит О том Что Побуждение К Лидерству Можно Сказать Доминирует Что Вы Не Терпите Каких-то Вот Ограничений Или Неудобств Которые Могут Вам Доставить Общение Женским Полом То есть Это Из своего Рода Вот Таких Лидерских Качеств Из-за Пустяшной Ссоры Все-таки Надо Для себя Иметь В уме Приоритеты На что Можно Глаза Закрыть На что Нельзя Глаза Закрывать И В противном Случае Все люди Вокруг вас Разбегутся Ну смотрите Пустяшную Ссору Мы запомним Этот момент Так Мне 47 лет Жены нет Детей нет Одним словом Полный провал То есть И человек Видите По второму Побуждению Он начинает Страдать Семья И отношения Строятся Они Строятся Человек Изучает Один человек Изучает Другого Начинает Его Принимать Начинает Понимать Начинает Видеть Его Слабости Старается Допустим Помочь ему Чтоб Этих Слабостей Не было Или же Или же Если зацикливаются На этих Слабостях То Тогда Толку особо Нету Поэтому И полный Провал То есть Здесь Важно Умение Строить Отношения И опять таки Побуждение Здесь играет Большой урон Если вы Навязываете Своё мнение Это уже Побуждение К лидерству У вас Чрезмерное Вы Или на вас Навязывают Какие-то Свои То есть Тогда Выключается Побуждение К справедливости То есть Одно из двух Либо К лидерству Либо К справедливости Но я думаю Здесь такое Скрытое Лидерское Качество Ну вот Женщины Как раз Они и Сумели Вам Их Показать Вот так Хотя Я очень Хочу Создать Семью Ну Для этого Надо Будем Говорить Научиться Понимать Другого Человека Строить С ним Взаимоотношения Где-то Ну будем говорить Уступать Где-то Наоборот Обосновывать Что вы хотите Ну Об этом Сейчас не об этом Речь Но мы можем Это все подробно Разобрать Так Сейчас Забочишься О пожилых Родителях Ну хорошо Финансово поддерживать Чуть-чуть Племянника Хорошо То есть Есть забота Очень интересуюсь Как создать Семью В 47 лет Ну я примерно Так сказал Ну на эту тему Конкретно Мы с вами конечно Можем Более подробно Поговорить Хотя Вот я Как бы сказать Скелет Всего этого Я Уже Обрисовал Значит Продолжение Рода За продолжением Рода У нас идет Лидерство То есть Стремление к лидерству Он говорит У лидерства У меня 5 баллов У меня хорошие Умственные способности Может и завышенная Самооценка Но умственные способности Это дело Хорошее Конечно Сейчас Меня Сделали Техническим Лидером Хотя Некоторые Программисты Оспаривают Мое Лидерство Ну что ж Вот эти Все лидерские Качества Они Доказываются Непосредственно Когда Вы начинаете Работать Окружающие Начинают Понимать Кто из вас Настоящий Лидер Кто Дутый Лидер И За настоящим Лидером Они начинают Идти И прислушиваться К нему Идти за ним И прислушиваться Вот Недавно был Трудный разговор С программистом Он Он Меня Не Слушал Я Пожаловался Руководству Знаете Вот здесь Трудный Разговор С Программистом Все Вообще-то Разговоры Трудные Они Сводятся К Очень Простым Вещам То есть Можно Действительно Что-то Сделать Трудным А можно Сделать Простым В результате Чего Устанавливается Кто Есть Кто Это тоже Своего рода Искусство Когда Вы В разговоре Просто Показываете Кто Есть Кто Значит Он Меня Не Слушал Ну Значит Не считает Что Что Вы Чем-то Выделяетесь От него Я Пожаловаться Руководству Ну Пожаловаться Руководству Конечно Можно Жаловаться Руководству Не без того Грубо говоря Я сам был Такой Вот понимаете Вот все Что-то Вы пишете Я Все это Сам прошу Да Было Дело Жаловаться Пожаловаться Руководству И Здесь Тоже Вот Знаете Пожаловаться Руководству то это тоже такой смелый поступок, который начинает приводить к тому, что вас начинают как-то уважать, не побаиваться, а вот важно, чтобы вас начали уважать. Что если вы пожаловались в руководство и рассказали все по делу, как было, то это хороший поступок. Но лучше всего, конечно, решать это без руководства, хотя без него и не обойдешься. В общем, бывают иногда ситуации, когда надо заставить людей делать нужное для продвижения проекта. И это правильно, и это правильно. Помимо того, что, знаете, для продвижения проекта надо объяснить, что ты должен делать. И потом тогда уже сказать. А опять-таки, все дело делается очень просто. Человеку объясняется, что мы делаем большое дело. Вы работаете на этом участке, вы работаете на этом, на этом, на этом. И в зависимости от наших совместных усилий продвинем этот проект или нет. Если это звено будет слабое, то он, грубо говоря, завалится. То есть, всем все объяснить и показать. И если вы с этим не справитесь, по каким-либо причинам, не понимаете или еще, позовите, чтобы мы вместе как-то это решили. А нет, значит, ну что вы, просто-напросто, находитесь не на своем месте. И с детства я был заводилой в классе и в школе. Ну, это как раз лидерство. Но брал интеллектом. Хорошо мог увидеть, мог удивить учителей точностью мысли. Ну, это хорошая. Хорошие задатки, знаете, есть хорошие задатки, и интеллектуальные. Которые, которые могут и не оценить, могут оценить. Например, меня, меня. Меня никто не оценил. В детстве тем более, что вырастет вот такой мыслитель. Вот и мыслитель. Так, значит, за лидерством у нас идет побуждение к справедливости. Не к свободе, а к справедливости. Так, даже в школе мог надержить учителям, если считал, что я был прав. И мы свободу ограничивали. Есть такое, есть такое, что дерзить и так далее. Сейчас на работе иногда замечаю, что могу надержить вышестоящему начальству. Знаете, вот это все эти надержения, они должны быть такими обоснованными. Не просто какой-то, знаете, вы бросаете вызов этому начальству, что оно тут не достойно быть и так далее. А чтобы все это было как-то обосновано. Вот когда это обосновано, оно, знаете, не так, как бы сказать, вот ранить других людей и понимая. И все понимают, что к чему идет. Важно, чтобы вокруг себя вы не создавали какое-то, знаете, напряжение негативное. А все разруливалось по, как бы сказать, всем было ясно и понятно. Что и почему произошло. Раньше на работе были конфликты с начальством, и это добром не оканчивалось. Меня увольняли даже тут в США. В США увольняли. Ну, что поделаешь. Никто не хочет конфликта. Если это конфликт, вот знаете, опять-таки, во время работы возникают разного рода ситуации, которые требуют своего решения, но не конфликта. Если возникает конфликт, это говорит о том, что продвижение ноль в решении этого вопроса. А вот так это все сделать, чтобы это было, чтобы это работало на общее дело и плюс на ваш авторитет. Заметил, что из-за непризнанности авторитетов я остаюсь в одиночестве. Опять-таки, очень важно, если вы отставите свою точку зрения, ее аргументировать. И при этом аргументировать не так, что ты там дурак, что ты там тупица и так далее, а вот, как бы сказать, немножечко по полочкам разлаживать. Вот тогда нету обиды. Запомните это. Значит, я стал избегать шумных и больших компаний. Ну, я тоже избегаю. Они мне просто не нужны. Потому что там свои, грубо говоря, там заводилы, что-то там делается и так далее. Мне по душе разговоры с отдельными людьми, которые меня понимают. Ну, это всегда так, которые меня понимают. Так вот, важно добиться, вернее, даже не добиться, а когда вы встречаетесь с незнакомым человеком, так свою позицию представить, так это обосновать, чтобы он стал вам другом. Это большого стоит. И я сейчас, как раз, вот, как бы сказать, общаюсь с разного рода людьми. Я в них вижу, это очень важно видеть, знаете, что человек не глупый, не дурной, хотя он там ниже тебя по интеллектуальным возможностям и так далее, и так далее, что он просто находится на своей ступени развития. И поэтому с ним, как с ребенком, который в ясельках, вот так беседуйте. Как ребенок в садике, вот так вот беседуйте, он вас понимает и все такое. Как там, грубо говоря, в первом классе, как в десятом классе и так далее. Тогда появляется вот такая интересная вещь, что вас понимает, вас как-то ценит, вас поддерживает. А так, если да, этот, тупарь, этот, тупарь, этот, еще, ну, ну, находится. Мы все здесь находимся на разных ступенях своего эволюционного развития. И поэтому, это надо, если мы это понимаем, у нас интеллект, интеллект это в переводе означает разумность, это мы понимаем, то мы тогда начинаем, вот, понимать всех людей. И все люди тогда к нам как-то более-менее там тянутся или еще что-то такое. Когда-то начал свой бизнес в США. Так, я продавал запчасти к мотоциклам онлайн, но жестко прогорел. Ну, бывает, это такая вещь, бывает. Я вот целебные кулинарии тоже туда выложил. Думал, я продам там программы, все это там такое, целебные кулинарии на телевидении. Ну, опять-таки, делаются какие-то выводы, что, что, почему. То есть, исследуется. Двигайтесь дальше. Хотя я ценю свободы, но свободным как-то одиноко себя чувствую. Ну, знаете, иногда вы дружите с людьми, вот, например, я. Не хочу сказать, что вот кто-то мне там равный, там неравный и так далее, и так далее. То есть, вы в основном видите, чем я там занимаюсь. Вот, по, как бы сказать, моим вот этим всем интересам, которые у меня там есть, на которых я сейчас вот это вот, это самое, варюсь. Ни одного человека я здесь вокруг себя не встретил, ни одного. Но, тем не менее, я дружу с другими людьми, опускаясь на их уровень и радуясь встрече с ними. То есть, научитесь тоже понимать, что друг в дружбе, знаете, ценится не то, что он там умнее вас, богаче вас, или еще там что-то там, или кто-то наоборот. Вот, а именно ценится вот искренность отношений. Поэтому искренность отношений – это основное. Вот, например, как с животными. Почему мы так относимся к кошкам, собакам? Да потому что они искренне к нам относятся, они не придают нас вот такого качества. Вот найти такого друга, который не был бы заинтересован в том, чтобы с вас там что-то поймать и кинуть. А чтобы вот это вот как-то искренне было. Ну, вот так и дело. Так, свобода, значит, есть. То есть, стремление не к свободе, а к справедливости. К справедливости. К справедливости. Вот, свобода – это, и справедливость – это, ну, грубо говоря. А, это свобода, он старые, видать, мои эти взял. Свобода, да? Одинокость я чувствую. Так, справедливость. Вот он как раз пишет. Справедливость – два балла. Я как-то за справедливость в глобальных масштабах. Понимаю, что человечество может думать о природе в целом, о законах равноправия. Но по справедливости, в общем, с людьми у меня не выходит. Я могу нахамить другому человеку, о чём потом жалею. Иногда могу ударить человека в порывы гнева. А вот тут, когда один человек может ударить другого в порывы гнева, значит, я в своё время, значит, разбирал вот это вот качество относительно себя. Вот если у вас, согласно вашим выраженным побуждениям, которые становятся чертами характера, вы начинаете беседовать с каким-то там человеком, а у него что-то там совсем противоположно, у вас сначала возникает недовольство этим человеком, потому что он думает не так, он всё противоположно, мешает вашему мышлению, мешает вашему там воплощению задуманное. Значит, недовольство, потом раздражение, а потом уже гнев с попыткой этого. И вот когда я понял вот это вот, как бы сказать, цепочка, от чего возникает, я пришёл к такому выводу. Да это же учитель, который нащупал во мне мои несовершенства, и эти несовершенства вот так вот вылезли из меня в виде недовольства, раздражения, гнева и желания, значит, рукоприкладства. Понимаете, они вылились. Откуда это во мне возникает? Что мне надо поработать, чтобы этот человек, я не хочу сказать, чтобы он там стал другом и так далее, и тому подобное, чтобы он стал для меня нейтральным. Он своим поведением, мыслями и так далее, и так далее, он, значит, затронул во мне такие, можно сказать, струны, глубоко лежащие, которые мешают моему совершенству, вот как раз духовному совершенству. И вот когда я это так понял, я сразу, так сказать, с такими людьми, а почему, а что, как. И вот одно это понятие, вы уже начинаете к человеку совершенно по-иному относиться, и у вас вот эта цепочка психосоматики не запускается. Недовольство, раздражение, гнев, вот это вот эмоции, знаете, так сказать, понарастающие идут. Они перестали. Это уже большая работа психологическая над самим собой, и уже идет совершенствование ваших духовных отношений. Вот. Порывы гнева, о чем потом сильно жалею, от того момента уже не могу вернуть. Вот. Справедливость. Я несколько под справедливостью понимаю иное. То есть, справедливость, это чтобы вас не ущемляли в ваших там правах. Чтоб никакого насилия над личностью не было, чтоб там во всех отношениях. Чтоб справедливость, грубо говоря, она касается справедливой оплаты, справедливого там проживания, справедливой там цены, ну и так далее, так далее, так далее, так далее. Вот. А тут оцену, оцену, затронуто несколько, как бы сказать, не то. И, наконец-таки, творчество. Это три балла. Иногда пишу стихи. Ну, хорошо. Также люблю себя выражать в программировании. Это уже лучше. Решение головоломок. Тоже хорошо. Сам собрал кубик Рубика без подсказок. Ну, нормально, отлично. Ну, знаете, вот, как бы сказать, одна из вершин творчества, если так мы с вами беседуем, так сказать, приватно, я и вы, больше никого нет, тут ничего никогда. То, то, значит, творчество, это вот как вы, как я говорю, как вы сложили свою жизнь, как вы ее сложите. Ее можно вот как мелодию красивую сделать, сложить, знаете, такая вот. Вот так человек идет по жизни, слаживает, и здесь имеется, здесь вот эти все шесть побуждений, как раз вот так, выражается так, что они взаимно друг друга дополняют, но не вредят вам соответствующие черты характера. И вот так вот по жизни вы строите, вот как раз, применяя свои творческие способности, вы всю свою жизнь строите. Вы строите свои отношения, вы строите свое тело, вы строите свое здоровье, вы строите свой бизнес, вы строите свои отношения со Вселенной. Это же так великолепно. Понимаете, тут уже начинает играть, как бы сказать, такие вещи, как приоритет. Что для вас? Ага, построить отношения с женщиной, да, это хорошо, это надо. На определенном этапе жизни это важно. Ага, сделать дом, это тоже все, семья, вот, сделать какой-то там большой проект, который вас будет кормить жизни, всю жизнь, это бизнес, чтобы там ваше окружение, родители, друзья как-то были, знаете, вам приятно было с ними общаться. И, наконец-таки, вы чувствуете, что вот, грубо говоря, вы так построили свою жизнь, что вам приятно общаться со Вселенной. Вы чувствуете ту любовь, которую она вам посылает, а вы посылаете. и вот это вот, вот это вот как раз будет одной из вершин творчества, и что вы понимаете, что вы с Творцом, с Творцом, на одной волне с ним. Это так великолепно. Вы чувствуете, какие силы он вам дает, какие средства вам дает. Ну, 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 понимаете, это очень интересные, тонкие такие намеки. Одним словом, лепота. Ну, вот мы разобрали еще одного курсанта. Так, все мы побуждение прошли. Он немножечко не так начал. Значит, самосохранение было, лидерство было, не свобода, а справедливость. Потому что за лидерством идет как бы побуждение к свободе, но оно же, оно же может и быть как справедливость просто. Свобода, она со справедливости. Значит, справедливость, свобода, справедливость, продолжение рода и творчества. Да, мы с вами разобрали. Так что, если Андрей будет дальше заниматься в школе, то мы многое, вернее, в школе, мы многое узнаем друг о друге. А и цель этого узнавания, это не то, чтобы, знаете, вот узнать и его можно подцепить на крючок, а то, что мы можем применить к себе и с помощью этого, как инструмента, стать лучше. Вот она, что касается школы духовного, физического совершенства. что, Продолжение следует...